Символ стойкости и мужества Как это было? Не только за солью, в Бобруйском районе соседи спасли дом от огня. В результате повреждено лишь некоторое имущество в доме, оплавлено окно и подоконник. Есть ли пострадавшие? От умных тренажеров до футбольного поля. В городе открылась новая детская игровая площадка. Соседка, вверх, приходит к нам. За кем остался первый бросок? А также новая услуга, возобновленный рейс и долгожданная прохлада. Температура воздуха в Беларуси опустится до плюс 24. Что еще в прогнозе? Объединяя поколения, страна отметила День независимости. В Минске праздник начался на Кургане славы, священном месте для каждого белоруса. По традиции, Бобруйс тоже с размахом встретил торжество. В программе возложение, митинг, конкурс «Автоледи» и кинотеатр «Под открытым небом». Красочное завершение. Акция «Споем гимн вместе». Обо всем по порядку. Карина Гуревич. День независимости – главный праздник государственности. С размахом его отмечает вся страна. Мемориальный комплекс Курган славы – место главных торжеств. В эту святую дату рядом с ветеранами и новым поколением президент вместе со своей семьей. Возведение монумента стало поистине всенародным делом. Тысячи людей приносили сюда пригоршни земли, из которых и вырос 35-метровый курган – символ единства и памяти. Вино к нему возлагает Александр Лукашенко. После глава государства, обращаясь к собравшимся, акцентирует – этот ежегодный ритуал – самое малое, что мы можем сделать во имя тех, благодаря кому живем, создаем семьи, растим детей. Сегодня здесь, на месте судьбоносных сражений, мы вспоминаем все битвы, из которых сложилась Великая Победа. Вымпелами за мужество и стойкость годы Великой Отечественной войны, которые, вы видите, перед собой отмечены 27 населенных пунктов в Беларуси. И это далеко не все известные нам адреса мужества. Мы продолжим эту работу по увековечению памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Пришло время молодежи принимать эстафету у старших поколений и поддерживать вечный огонь этой памяти, поддерживать ради мира на нашей земле. У мемориала много молодежи, в том числе участники совместного белорусско-российского проекта «Поезд памяти», среди которых и представители нашего города. После церемонии Александр Лукашенко общается с юными патриотами. Свой вопрос задает и Бобруйчанка. Добрый день, меня зовут Рак Каролина, я с Могилевской области, город Бобруйск. Какие достижения за годы независимости для вас считаются самыми такими вот яркими, которыми вы, ну, сами гордитесь? И как вы видите нашу страну в ближайшем будущем? Ну вот, ты видишь, подумала, задала самый главный вопрос в жизни любого президента. Все правильно, все правильно для любого президента, что бы ни происходило, сколько бы он ни ходился во власти, это вопрос номер один. Если кто-то будет из политики у тебя говорить о том, что он не думает об этом, это неправда. Самое главное, что мы сделали вместе, не только я, мы вместе сделали, мы впервые, представ, впервые в истории построили суверенное и независимое государство. Такого никогда не было. Поэтому исторический момент. И я этим горжусь. Это самое главное. А все остальное, как я говорю, мы купим. Эпицентр праздника в Бобруйске, Площадь Победы. Здесь сотни людей, представители исполнительной власти и депутатский корпус, общественные и молодежные организации. В руках цветы и венки, как дань памяти героям, которые завоевали мир и независимость. Центр митинга-реквиема «Танк Т-34», установленный на могиле генерал-майора Бориса Бахарова. Мы родились и трудимся в нашей независимой Беларуси. Мы понимаем цену жизни. Мы дорожим ценностями наших отцов, дедов и прадедов. Мы, белорусы, мирные люди. Сердечно поздравляю всех нас с нашим государственным праздником Днем Независимости. В День Независимости на площади и молодежь, талантливые, амбициозные, они получили возможность реализовать свои планы в свободной и процветающей стране. Этим молодым людям писать новую историю. Уроки перед глазами. Главное – сохранить мир и чтобы место подвигу было только в учебе или на профессиональном поприще. Для меня День Независимости, как и для любого гражданина нашей страны, является главным праздником. Так как это день, когда был освобожден город Минск от немецко-фашистских захватчиков, и окончательно наша страна одержала победу, освободилась и стала независимой и свободной. В этот день возлагают цветы и к братским могилам у мемориала на Минской и территории крепости представители администрации и районов города. Страна имеет право и обязана быть сильной, независимой. И мы должны сделать все, чтобы в современных условиях сохранить все то, что завоевали наши деды, приумножить для того, чтобы передать это нашим детям. День Независимости в Бобруйске – это насыщенная и яркая программа. Например, представительниц прекрасного пола, которые любят управлять автомобилем, собрал конкурс «Автоледи». Десятый по счету. Каждая из участниц прошла отбор. Главные требования – возраст до 35, права категории «Б» и собственная машина. Первый этап – презентация. Одни посвящают поэмы своему железному коню, другие поют песни, третий и вовсе устраивают целое костюмированное представление. Впервые конкурс «Мисс Автоледи» был приведен в Бобруйске четыре года назад. По всеобщему мнению бобручан и России, города, а также участников, всем очень понравился. Дальше – экзамен на знания правил дорожного движения. Последнее и самое зрелищное – фигурное вождение. От габаритной змейки до разворота на ограниченном пространстве. За ходом испытания пристально следит жюри – сотрудники ГАИ, ДОСААФ и представители БРСМ. Один из самых непростых этапов – диагональная парковка. Участница должна заехать задним ходом на территорию 4 на 6 метров. Чем больше габариты машины, тем сложнее выполнить элемент. Учитывается и время прохождения. День независимости – праздник, во власти которого весь город. В парке культуры и отдыха звучат песни о любимой Синеокой. Но главная площадка – Бобруйская арена. Здесь развлечения на любой вкус, как для детей, так и для взрослых. Концерты, выставки, игровые зоны, торговые ряды. Организации постарались на славу, чтобы никому не было скучно. Как у тебя праздник проходит сегодня? Здорово. Мороженое ела. И как мороженое? Вкусно. Я видела животных. Каких животных ты видела? Короликов, хороков, крыс, хомяков. А потрогать смогла? Да. И какие они? Приятные. Дорогих сочинников, дорогих бобруйчан. Поздравляю с праздником Днем независимости. Всем здоровья, благополучия, добра. Мирного неба над головой счастья, чтобы наши дети видели самый главный мир. После праздничного концерта, уже ставший хорошей традицией, кинотеатр под открытым небом. На экране военная драма «Летчик». Лента повествует о мужестве и стойкости солдата, чей самолет рухнул в густом лесу. Раненому бойцу предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых – найти его во что бы то ни стало. Кульминация праздничных торжеств – республиканская акция «Споем гимн вместе». Сотни горожан собираются, чтобы в унисон спеть известные каждому строки «Мы, белорусы, мирные люди». Этот проект стал хорошей традицией, которая объединяет всех жителей страны. «Священный долг каждого белоруса – хранить память о героизме народа в годы войны. Тогда понимание ценности суверенитета можно пронести через века. А день независимости – главная дата в календаре государства, символ стойкости и мужества. Праздник, который объединяет всю страну и доказывает – родину не предают». Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. От случайности до ошибки. В Бобруйском районе за выходные произошло 4 пожара. В субботу утром горели хозпостройки в деревне Малинники. В результате ЧП уничтожена кровля одного строения, у другого повреждены стены, имущество и перекрытие. Причина выясняется. Уже в воскресенье в половину шестого полыхал частный дом в Барановиче-3. «В момент прибытия первого подразделения МЧС, горение в данном доме было уже ликвидировано с помощью усилий соседей, которые вовремя обнаружили выход дыма из окна и первичными средствами затушили огонь. В результате повреждено лишь некоторое имущество в доме, оплавлено окно и подоконник. Предварительной причиной пожара является нарушение эксплуатации электросети и электрооборудования». В тот же день, ближе к 8 вечера, очевидцы сообщили о пожаре в старой Шараевщине. Спасатели ликвидировали возгорание, но огонь успел уничтожить кровлю и навес, повредить стены. В 23 часа сотрудники МЧС выехали на вызов в Мартыновку, пламя окутало баню. Предварительная причина – неправильная эксплуатация печей. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Долгожданное событие. В Бобруйске открылась уникальная детская площадка. Качели, горки, лесенки, умные тренажеры, песочница, поле для баскетбола и футбола. Комплекс на проспекте Георгиевском – часть проекта наследникам Великой Победы. О том, как сбываются мечты прямо сейчас. На проспекте Георгиевском, 32, настоящий детский праздник. Здесь открывают новую комплексную площадку. Ее история началась два месяца назад, когда Бобруйский проект поддержали в Могилевской областной ассоциации местных советов депутатов. Всего было 79 участников, наш попал в число семи лучших. В мае работа закипела. К реализации подключились городские предприятия, помогли представители бизнеса и руководство Ленинского района. Могилевский совет депутата выделил денежные средства на детский комплекс и на спортивное оборудование. Мы приобрели, их привезли, установили. Завод КПД помог нам с планировкой площадки. Эковерпро нам сделал резиновую плитку, уложили. Фабрика художественных изделий нам сделала ограждение. Новая площадка – это целый комплекс. Здесь качели, горки, лесенки, умные тренажеры, песочница, игровое поле для баскетбола и футбола. Право первого броска и удара за руководством города. День открытия – насыщенная программа. Работает передвижная экспозиция Краеведческого музея. Можно сделать аквагрим, примерить военную фуражку из частной коллекции, поиграть с аниматорами в подвижные игры. Очень площадка понравилась, потому что нам тут не хватало детям, где гулять. Старые горки были, все старое, мало было им. И сейчас дети очень довольны и горками, и тренажерами. Очень нравится им заниматься. Мы помогали, здесь был песочек, мы рассыпали его ребенок. У меня двое детей, и даже младший год и три тут с лопаточкой работала. Мы очень довольны, спасибо большое, что вообще все организовали. В такой площадке, я думаю, мало где есть в городе, поэтому здесь у нас увеличилось количество детей резко, то есть со всей округи теперь приходят к нам. Мы очень довольны, спасибо. Наследникам Великой Победы – областной проект, благодаря которому мечта жителей и их детей осуществилась. Символично, что детскую площадку открывают в год исторической памяти, ведь такие события несут в себе особый смысл. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Союзный роуминг, завершающий этап и новый маршрут. Китайская авиакомпания возобновила полеты в Минск. Какое расписание? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Роуминг между Белоруссией и Россией планируют отменить до конца года. Это сообщила замгоссекретаря союзного государства. Сейчас, напомним, плата за входящие звонки не взымается с абонентов с апреля, а на эту часть приходится внушительная доля в суммах платежей. На данном этапе остались некоторые нюансы, которые прорабатывают профильные ведомства стран. Новая услуга стала доступна для белорусов на едином портале электронных услуг. Теперь передавать сертификаты об оплате таможенных пошлин и налогов можно онлайн. Это касается юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо получить средства цифровой подписи, заполнить заявку и заключить договор. После пройти аутентификацию и сервис будет доступен в личном кабинете плательщика. Авиакомпания Air China возобновила полеты в Минск. Рейсы выполняются раз в неделю. В частности, из белорусской столицы в Китай можно летать по пятницам. Самолет будет прибывать в 17.25, обратный – в 19.35. Еще больше информации на официальном сайте перевозчика. Первый этап вступительной кампании близится к завершению. 4 июля прошло централизованное тестирование по географии. 6 числа абитуриентов ждет финальное испытание повсемерной истории. Три дополнительные даты отведены для тех, кто по уважительной причине не смог пройти в основной день. В целом, кампания проходит в штатном режиме. Нарушений мало в масштабах страны, заявили контролирующие органы. В Беларуси жара постепенно отступает. На этой неделе ожидаются грозы и дожди. Ночью 13.19 со знаком «плюс», днем от 24 до 31. В середине недели столбики термометров опустятся до 19.26 выше нуля. Нестабильную дождливую погоду прогнозируют и в выходные. Ожидается сильный ветер и 20-22 градуса тепла. Место для отдыха. В Могилевской области специалисты продолжают обследовать рейки и озера. Только за прошлую неделю отобрано 140 проб воды. 25 из них не соответствуют норме. В Бобруйске, напомним, определены 4 места для купания. Центральный пляж при Березинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория «Шинник». Еженедельно здесь проверяют водоемы и прилегающие территории. В зонах оборудованы раздевалки, душевые, туалеты. Также сотрудники Санэпидслужбы обследуют и другие городские объекты. Была активирована работа на основных объектах торговли, общественного питания, на промышленных предприятиях, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. За истекший период года проведено обследование в рамках наведения порядка и благоустройства территории более 3000 объектов. Нарушение установлено в тысячи случаев. Поддерживать чистоту нужно не только в общественных местах, но и на своей территории. За нарушение грозит штраф. Для граждан до 960 рублей. Для организации вовсе может достигать 16 тысяч. Необходимо вовремя окашивать сорную растительность, убирать мусор и в целом поддерживать порядок. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин